Соглашение о свободной торговле с ЕС не отразится на экономических отношениях Республики Молдова с Российской Федерацией. Такое заявление сделала министр иностранных дел и европейской интеграции Наталья Герман в рамках пресс-конференции. Чиновник уверена, что Молдова станет еще более привлекательным партнером после вступления соглашения в силу. Соглашение о пресс-конференции Наталья Герман в рамках пресс-конференции Наталья Герман в рамках пресс-конференции. Итак, этот аккорд для Либерского между Молдовой и Европейской университет никакого危険а, который приведет перспективу о релации их коммерциально-экономической между Республикой Молдовой и Федерацией Русской, с которыми они не могут быть партнерами коммерциально-пекарными царами. По словам министра, напротив, вместе с тем, как положение данного соглашения начнут исполняться Республикой Молдова, наша страна станет наиболее интересной для всех экономических партнеров. Однако условия, навязанные Европой, делают невозможным присоединение Молдовы к таможенному союзу. Молдовы не могут быть партнерами коммерциально-пекарными царами коммерциально-пекарными царами. Семьян, что очень важно будет выразить, которая не может быть партнерами. А шоуница, Униуна ВАМАЛа, в которой сейчас бывают Россия, Казахстан и Белорусси, потому что эти политики, которые существуют в кадре этой Униуры ВАМАЛа, в сравнителе с организацией. на вопрос журналистов о том, имели ли место в диалоге с Сергеем Лавровым элементы шантажа, Наталья Герман ответила. Это очень важно, который был очень четверт, который был русским, и желание продолжить этот диалог в форме университета билатераля и секториале, который был acceptан от меня и от меня, мне кажется, что ответил на эту ответственность, это очень просто. Очень просто. Много приглашения на нашей стороне означает большая точность в том, что касается перспективы нашего диалога с Федерацией русской Федерацией. И мы будем, по-другому, приглашения для этого приглашения на диалоге и только через этот диалог будут дать ответы на очень много вопросов. Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел Наталья Герман провела в Москве встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, который до конца года намерен совершить в Молдову ответный визит. Некоторые спады, но...